В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. В Уленовске это имя не нуждается в пояснениях. Но за пределами 73-го региона его ключевая роль в развитии нашего государства начинает забываться. В этом уверены ветераны ВЛКСМ. Накануне на встрече с губернатором они предложили создать движение по сохранению исторической памяти. Как отметили представители организации, сейчас в регионе сделано многое из того, что планировали в советское время. Например, построен второй мост через Волгу и создан новый современный вуз УЛГУ. И недавно он стал опорным университетом региона. Общество, оно в момент настоящий как-то разъединяется. Вы знаете, это даже просматривается, когда мы возлагаем цветы Владимиру Ленину. Итог коммунисты отдельно, значит, сегодняшние структуры власти, которые полностью поддерживают идею, идеологию Владимира Ленина о сохранении памяти великого вождя, нашего земляка. Так нужно объединяться даже в этой части. Наше руководство в лице губернатора делает всё, чтобы сохранить память, несмотря на то, что за пределами Ульяновска, где-то о Ленине не все всё говорят. В регионе действительно проводится активная культурная и историческая работа, особенно в преддверии юбилейной даты. Ко дню рождения вождя на Симбирской земле отремонтируют 71 памятник в его честь. Кроме того, проводится комплексное благоустройство на центральной части города. Это улицы Ленина, Энгельса и площадь Александра Зубова. Капитальный ремонт ждёт и проезжую часть на Спасской бульваре Пластова. Там сделают заездные карманы. Кроме того, в городе отремонтируют фасады исторических зданий. Это 68 объектов. Появятся таблички с QR-кодами. Так любой желающий сможет узнать информацию об общественных пространствах. Кстати, и главной задачей движения будет именно просветительская деятельность. Следующие поколения должны получать не позицию историческую, реальную, объективную, без прикрас, которая бы могла сформировать и обеспечить дальше прогресс во всех отношениях нашей Ульяновской области. Ветераны считают, что к общественному движению могут примкнуть как бывшие руководители ульяновских предприятий, так и рабочие. Ведь регион создавался их руками. И лучше этих людей передать свои знания о той эпохе не сможет никто.